Ну что, дорогие друзья, всем привет. Очень рада вас видеть здесь, потому что кто-то подключился онлайн, кто-то пришел в офис, и большие молодцы. На самом деле нас очень много. Сегодня у нас в гостях Алексей Узлов, сеньор фронт-энд-разработчик компании Codemasters International. И он не только классно кодит, но еще и является преподавателем в школе разработчиков Codemasters и ведет курсы по фронт-энду. Ранее Леша уже выступал с докладами на FoxDevs и очень полюбился нашей аудитории. Сегодня к нам еще и присоединились ребята из IT-сообщества TulaDev из Тулы. Всем привет, ребята, еще раз помашите. Очень здорово, что слушателей становится все больше и больше. Да, мы очень рады, что сегодняшний вечер мы проведем в компании Алексея. Я уверена, что узнаем много интересного и полезного. Тем более, что тему, которую Леша будет рассматривать, она полезна, мне кажется, всем от Джуна до Тимлида. Какие большие надежды на этот доклад. Да, еще хочу напомнить, что все, кто присоединился, не стесняйтесь, включайте камеры и активничайте в чате, пишите. А пока скажу об организаторах и спонсорах сегодняшней встречи. Это компания CodeMasters International и Head & Hands, а также нас информационно поддерживало Агентство инновационного развития Республики Мордовия, факультет математики и информационных технологий, а также Институт электроники и светотехники. Тула Дэв также благодарит за поддержку Тульский государственный университет. И прежде чем мы начнем, я хотела бы сказать пару слов о ходе нашей встречи. По времени она займет примерно час, и в конце на каждом докладе мы выбираем лучший вопрос спикеру и дарим подарки. В этот раз за лучший вопрос мы вручим книгу «System Design». Вот я ее покажу как раз. Она есть у нас и в Саранске, и в Туле, поэтому можно выбрать одного человека. А, вот Лена тоже показывает. Лена не в кадре, но Лена все показывает. Единственная просьба, во время выступления, пожалуйста, выключайте микрофоны, чтобы не мешать нашему спикеру, а сидящим в зале ребятам я скажу, чтобы выключили звук на телефонах. Ну, а теперь передаем слово Леше. Можешь начинать. Так, ну, давайте приступать. Всем привет. Меня зовут Алексей Узлов. Это скрин с Google Developer Experts. Очень крутые парни. Как видите, я имею навыки только в Photoshop пока что. И, собственно, что происходит. Я записываю видео для моего портфолио, чтобы потом прикладывать его перед собесами, чтобы вопрос, для чего нужны замыкания, меня больше никогда не спрашивал. Потому что у меня для вас есть полистория. В 2016 году у меня был собес, где меня как раз спросили про замыкание. Я ответил все как положено, привел пример. Однако рекрутеру этого было недостаточно и понеслась. Ну, а я был готов. Я отвечал на все вопросы. Моего рекрутера хватило минут на 20, и его знания закончились. А я бы еще мог сейчас, наверное, рассказывать. В общем, не взяли меня тогда на работу. Не знаю почему. Ну, и этот доклад содержит все мои знания по прохождению собесов с вопросом по замыканию. Давайте начнем с определения. Замыкание – это комбинация функции и лексического окружения, в котором эта функция определена. Именно такую инфу встречает новичок на MDN, который знакомится с JavaScript. И возникает резонный вопрос. Зачем? Даже не так, а зачем? А зачем это спрашивают на собесах? Потому что, по сути, определение самодостаточное. Может, это теория заговора какая-то. Возможно, все происходит, как на этой пикче с Reddit. Кто-то спросил этот вопрос, кто-то дал ответ, а потом весь пост почистили. Потому что только избранным можно про это знать. И я провел некоторые исследования, так как проходил собесы, сам провел более 50 собесов и обнаружил тенденцию, что когда ты джун и сеньор, определения замыканий совпадают. Там нечего усложнять. Джун – то, что заучил на MDN. Сеньор – потому что по-другому про замыкание не скажешь. Но сеньор уже прошел тот путь, где получил все необходимые знания. Поэтому, когда кто-то в очередной раз готовится к собесам, определение замыкания становится получше. На собесе приводится обычная теория и стандартный пример. Давайте разбираться. Я сейчас буду как раз описывать, что происходит на экране. Вы следите внимательно за ходом мыслей. Слева и справа будем сводить вместе. Значит, замыкание создается функцией. В строках 4-6 мы как раз имеем функцию. В это сложно поверить, но плюс в чат, если ты согласен с этим утверждением. Второе. Должна существовать хотя бы одна перемена из внешней области, в которой обращается функция. Каунт, который как раз есть на второй строке, находится вне области рассматриваемой функции. В строках 4 и 6. Он находится во внешней функции makeCount. И третье. Эта функция должна быть вызвана позднее в другой области видимости. То есть существует референс с вызовом строк 4-6 позднее в программе. А когда изменяется внешняя перемена, эта функция получает последнее значение. В принципе, это вся полезная инфа, которую я вам хотел рассказать. И чтобы хоть как-то растернуть свой доклад, мой друг чат GPT написал несколько шуток. Вот одна из них. Он мне ее отправил. И вообще, конечно, обидно, когда тебя унижает бездушная машина. Но в чем-то он прав. Он пишет, если ты не понял шутку, то надо глубже изучать замыкание. Как глубоко. Давайте вернемся к началу и узнаем, зачем же на самом деле спрашивают про замыкание на собесах. Все дело в том, что это очень большой простор для низкого уровня OGS, в особенностях работы с памятью и сборщиком уст. У меня для вас есть слева ссылка на Википедию, в которой четко написано, что JavaScript работает в режиме интерпретатора. То есть выполняется строка за строкой. Однако справа предлагаю вам попыть вместе со мной интерпретатором уровень Visual Basic и выполнить все строка за строкой. Вторая строка – это определение перемены и присваивание ей значения. Пока без проблем. В памяти компьютера сейчас находится эта строка. Далее. Четвертая строка – вызывается консоль лог. Однако никакого лога ниже не происходит, хотя, казалось бы, интерпретатор выполняется построчнее. Все дело в том, что в шестой строке допущена синтаксическая ошибка, и программа выкинула эту ошибку именно из-за того, что у JavaScript тоже имеется стадия компиляции. Я, наверное, не планирую вдаваться в парсеры, построение абстрактных синтаксических деревьев, разбиение программы на лексемы, но могу уверить вас, в JavaScript тоже есть стадия компиляции. А я даже сосредоточусь на том, что еще до запуска программы в построчном режиме определена принадлежность каждой перемены к тому или иному блоку функции. Вот эта связь как раз и есть лексическое окружение, о котором будем сейчас говорить. То есть это специальный внутренний объект, в котором вся эта информация будет зашита. В принципе, термин лексическое окружение довольно понятен, если провести аналогию между словами и буквами, из которых эти слова состоят. У меня для вас есть пример. Давайте мы максимально подробно разберем на практике. Этот пример однозначно лучше для понимания замыкания, чем пример со счетчиком. Еще раз, да. До старта выполнения программы на этапе компиляции уже однозначно известно то, что функция meeting at the bar, она, например, определена в глобальной области видимости. А, например, current alcoholic принадлежит функции drink beer в клике, которая находится на восьмой строке. А нас же здесь интересует переменная alcoholics. Она хоть и используется внутри функции drink beer клика, но определена в лексическом окружении функции meeting at the bar. То есть, понятными словами отзвучить так. Если алкоголики не нашлись у вас дома, то стоит сходить ко всем знакомым. И так далее. Если бы алкоголики не нашлись в городе, то есть в глобальной области видимости, то произошла бы референс-ошибка, но этот поиск уже будет выполняться во время работы программы. Вот так примерно и работает цепочка поиска переменной вверх по скопам, то есть скоп-чейнинг так называемый. Я считаю, что максимально удобно разбирать замыкания именно через дебаггер. Когда программа стартует с девятнадцатой строки, у нас есть два друга, которые пошли в бар. Вот они заходят в бар. При входе был, конечно же, фейс-контроль, поэтому можно наблюдать превращение друзей во временных алкоголиков. Совсем не обязательно для замыкания, но будем считать, что друзья хотят, скажем, остаться друзьями и после бара. Не будем их калечить. А все, что было в баре, остается в баре, верно? Так вот, друзья заказывают пиво и говорят о жизни к седьмой строке. А клик в данном случае означает, что принесенное официантом пиво, то есть это будет клик со звуком поставленного пива на стол, скажем так, а друзья у нас только ждут пива. То есть функция drink beer, она еще ни разу не вызывалась. Кликов не было же, правильно? И я хочу обратить ваше внимание, что брендс, переменная, она была уничтожена сборщиком мусора. Это ключевой момент в понимании замыкания, потому что переменная алкоголикс, она не была уничтожена, то есть нужно это запомнить. Мы еще вернемся к этому. Окей, да? Все приготовления дальнейшего напивания соблюдены. Значит, вот мы слышим, как барон ставит первый бокал на стол. Происходит первый клик, да? Давайте внимательно проследим, как роман напивается. Значит, в восьмой строке из массива извлекается роман, в карат алкоголик, да? Сам массив алкоголиков по функции уменьшился на последний элемент. Обратите внимание, справа, в браузер, а браузер в дебаггере, он умеет видеть замыкания, то есть то, что в них в данный момент находится. С первым кликом в замыкание попали оба элемента, далее будет все уже зависеть от задачи вашей программы. В данном случае роман к 16-й строке уже изрядно выпил. И когда происходит второй клик, теперь Алексей выпивает свое пиво, алкоголикс, массив будет пуст, замыкание. То есть мы это можем увидеть, опять же, на следующем, вот на этом скрине. Происходит третий клик. Бармен ставит новое пиво на стол, но наши друзья уже изрядно выпили, массив алкоголиков будет пуст, и они теперь будут оказываться на 10-й строке. То есть функция Greenpeer, она была все это время с замыканием. Максимально корректно рассматривать эту ситуацию вместе с сборкой мусора. То есть перемена алкоголикс в митинг от the bar, она не была уничтожена, ведь на нее есть живая ссылка. А Friends, она давно уничтожилась, сборщика мусора. То есть когда у нас митинг от the bar функция завершилась. Кроме этого, можно наглядно видеть возможную утечку памяти, если не отписаться от клика, ведь замыкание продолжит жить. То есть вот мы видим его справа как раз в клажер. И Garbage Collector не сможет с этим помочь. Я считаю, что вот этот пример, он однозначно удачнее счетчика из-за того, что есть проблема со сборкой мусора, которую обязательно стоит озвучивать на совесах, ведь замыкание, по сути, работает с переменами из внешней области. Алкоголик в данном случае, как раз который является вот этой переменной, оно не было уничтожено сборщиком мусора. Именно вот это разделение, то есть относительно между фронтами и алкоголиками, дает как раз наглядное представление, как связано, то есть в чем сама идея, то что в замыканиях они очень плотно связаны с памятью, что-то попадает в Garbage Collector, что-то нет, что-то автоматически очистится, что-то продолжит жить, и только если на это не будет больше ссылок в программе, оно будет уничтожено. Я могу показать более удачный скрин, возможно, он уже из нашего текущего проекта, он абсолютно идентичен с точки зрения логики работы и замыканий к предыдущему примеру, но вместо клика здесь есть вызов капи для получения сообщений в чате. То есть когда мы получили сообщение в чате из замыкания в текущий тренд, то есть мы передаем как раз тренд в эти сообщения, чтобы каждому из сообщений проставить, например, аватарку, то есть это бывает очень удобно. И такого количества кода может быть очень много по проекту, то есть здесь скорее вопрос не в понимании замыканий, то есть, например, встречаются ли замыкания вообще проекта, они, конечно же, встречаются в большом количестве, просто мы их используем и никогда вообще не задумываемся о том, что они есть. Есть обратный кейс, который я могу представить гораздо чаще, который может возникать в голове у более опытного разработчика, это как переписать программу так, чтобы лишних замыканий не было. То есть вот это корректное отношение к замыканию, проблема с самим определением, она довольно прозрачная. То есть вот этот пример текущий, он довольно показательный. То есть если вот прям без всей мишуры, потому что пример со счетчиком, он как будто взят из, ну скажем, он уже совсем упрощен. Да, здесь есть асинхронность, но с точки зрения того, что происходит очень часто в наших проектах, это пример наглядный. И давайте переходить. Святая святых. Модули. Модули на замыкание. То есть когда мы оформляем код на публичные и приватные методы, выставляем наружу только публичный интерфейс, есть только одна проблема. Какая? Правильно. То есть это все устарело с приходом всяких веб-паков, прочего зоопарка в JavaScript. Он уже стал почти нормальным языком, потому что появились полноценные модули. То есть вот это вот ECMAScript 6 вроде, да, то есть экспорт-импорт фича. А вот модули как раз являются хорошим принципом разделения кода на независимые части, и все современные фреймворки его придерживаются. То есть вот этот компонентный подход, или то есть как в ангулярах, например, на модуле, да, это хорошая идея. Но изначально идея замыкания, она была тоже хороша. То есть ведь именно паттерн модуль, по сути, стал таким самым главным, то есть когда про замыкание рассказывают. То есть это очень хорошая аналогия как с Solid OOP, полноценной капсуляцией модульного кода. То есть просто другой подход, из функциональщины там им более привычен, потому что там немножко другие задачи, скажем так. Ну, могу вас поздравить, теперь у вас есть вся теория о замыкании, да, вы просто готовы к совету. Давайте переходить, собственно, к тому, зачем я вас на самом деле здесь собрал. Поговорим очень серьезно о тех вопросах, которые возникают на собеседниках по замыканию. Перед вами типичные вопросы, которые могут прилететь. Можете почитать вопросы, можете меня послушать, то есть как хотите. Если хотите, можете, например, спросить один из этих вопросов после доклада, сейчас я не планирую на них отвечать. Все дело в том, что можно очень сильно защищаться замыканиями, придумать изолейтед скоп, действительно уйти в вопросы разделения памяти, распределения памяти. Согласитесь, в реальных современных фронта это выглядит как-то странно, то есть такие вопросы слышать. Именно с точки зрения фронт-энд разработчика, да, мы не говорим о других языках программирования, потому что, например, как по мне, если вот провести аналогию с PHP, вот там хорошо замыкание устроено, то есть мы точно определяем те переменные, которые в замыкание должны попасть. Они не попадают все из внешних областей видимости, они попадают только те, которые мы хотим передать в замыкание. В принципе, современные модули, которые генерируются с помощью Babel, они так работают. То есть мы этого не видим, но когда пишем импорт-экспорт и когда это все компилинется, понятно, для браузера код, там как раз и будет передача каких-то внешних зависимостей внутрь модуля только тех, которые нам нужны. Как-то так. Мы же в основном во фронте, к сожалению, пилим формочки, да, и оптимизируем только то, что действительно нужно оптимизировать, а не вот это вот все, то, что можно по замыканиям рассуждать. Вообще, кстати, я еще в этом году планирую пару докладов, то есть один из них как раз будет по оптимизации бандлов, а там будет уже все-таки по-хардкорнее, то есть то, что я сейчас рассказываю, потому что я уверен, что, возможно, многие рассчитывались сегодня на серьезный доклад. И изначально он таким был. То есть я когда к ним готовился, я прям довольно жестко пытался пройтись по вопросам. Но я понял, что это все, действительно, сводится к тому, что именно к самим замыканиям вопросов мало. Вопросы начинаются, когда мы уходим в функциональщину, уходим в память, то есть они не связаны именно с самим патом. Поэтому из серьезного доклада получилось вот это все. А с оптимизацией бандлов, я думаю, что будет, конечно, более такая хардкорная, скажем, подготовка. То есть мне есть что рассказать с тем, что я встречал на протяжении своего опыта. От самых нормальных, каких-то невообразимо неадекватных методов, скажем так. Давайте пойдем дальше. Кроме вопросов, которые были до этого, у меня вот еще, например, Роман. То есть Роман – это фронтенд-разработчик, который работает со мной, попросил ответить вот на эти два следующих вопроса. С первым все понятно. То есть мы сейчас всем этим и занимались. Ну, то есть про замыкание поговорили, Роман доволен сидит. Второй вопрос про функциональное. Что ж, Роман, я же не могу проигнорировать Роман, то есть не могу не оправдать возложенных на меня ожиданий. Нет, на самом деле могу, Роман. Потом на видео посмотришь, паузу поставишь, а мы к следующему слайду перейдем. Значит, смотрите, еще один из интересных примеров, который я встретил на практике. Это тоже код из нашего проекта, где я столкнулся с багом в iOS по очистке гарберс-коллекторов ресурсов. Что произошло? Нужно было считать большой файл, который, скажем, например, то есть это была картинка, допустим, да, и эту картинку нужно было на iOS в Safari отобразить. И проблема заключалась в том, что в момент, когда эта картинка уже была загружена, у меня мой редактор ресурсов, он не отрабатывает. Я наблюдал только на Safari и решается вот это таким вот не очень популярным хаком. То есть мы вручную в гарберс-коллекторах помогли, по сути, зачистить большой блок, который мы передавали. Еще раз говорю, то есть это ненормальное поведение. Я не знаю, собираются фиксить или нет, но когда я, например, вижу Safari, который у меня просто виснет, то есть я не могу пользоваться редактором изображения из-за этого, это довольно странно. Поэтому вручную зачистил блок, все дальше отлично продолжило работать. И еще я вот здесь не знал, куда уместить, на какой слайд поставить. Я здесь же вывел про map и forage. В функциональном программировании, да даже когда мы сейчас можем писать в наших программах, можем использовать для перебора элементов либо map, либо forage. Разница не очень значительная, если не вдаваться в детали. Она семантически важна. Вот как, например, бывает divatos, то есть у ребят, которые там divы все пишут, вместо article, header, footer и прочее. Все дело в семантике. То есть и то, и то перебирают элементы массива. Есть конкретная проблема, которая может случиться с map. Дело в том, что map возвращает данные. И если map будет находиться в замыкании, то может происходить утечка памяти. То есть вот этого, скажем, более чем достаточно, чтобы уже более осознанно делать выбор. То есть не просто, например, а там не хочу писать 7 букв, да, там forage, который ничего не возвращает после себя. Проблема заключается в том, что map, по сути, возвращая какие-то данные наружу, создает тем самым возможную утечку памяти. Это не так возможно, важно самим разработчикам, то есть конечного продукта. Но те, кто пишут всякие-либо серьезные, там это более чем важно. То есть это потому, что вы заранее не знаете, как вашу предикатную функцию будет использовать. Если она что-то, какой-то сайд-эффект производит, то рано или поздно это где-то ударит, скажем так. Поэтому вот такой вот небольшой пример. То есть можете с этим поглубже покопаться, посмотреть, что происходит именно с map. То есть через дебаггер проверить, какие вещи попадают в замыкание, какие-то нет. И еще. Дальше идем. У меня вот есть целый гайд по прохождению собесов правильно. А если вы пришли на собес и смогли ответить корректно определение про замыкание, рассказать про лексическое окружение, представить качественный пример. Можете, например, не брезговать моим примером про алкоголиков, он восхитительно хороший, я считаю. То на этом дополнительные вопросы, они излишни. Однако, если чувствуете, что собеседник, рекрутер, уходит куда-то далеко в дебри, то, скорее всего, стоит мысленно подготовиться к следующему интервью, потому что вряд ли упор на человека будет так легко переспорить. И надо ли. Вот такой вот незамысловатый доклад. Небольшой. Я думаю, можно будет переходить к вопросу. У вас супер. Леша так быстро и, главное, весело. Так, ребят, кто находится в офисе в Саранске, у вас лежат микрофоны. Можете их включать и задавать вопросы. Патуля, наверное, Лена скажет. Да, Патуля, у нас тоже микрофончик. Поднимайте ручку, я вам его дам. Вот я вижу, Роман рвется в бой. Это тот самый, Роман. Спасибо большое за доклад. У меня на самом деле два вопроса. Один вопрос такой. Вообще, как обстоят дела с замыканиями в современных фреймворках? Может, есть какие-то фреймворки, у которых значительная часть написана на замыканиях или вроде того? И второй вопрос. Ты показал скрин, где говорил, что JS интерпретируем язык и так далее, и так далее, и тому подобное. Насколько я сейчас знаю, и интерпретация, и компиляция, и так далее, она происходит внутри движка. Соответственно, поведение, которое ты указал, ошибочное, оно для всех движков справедливо или же может отличаться от движка к движку? У меня все. Спасибо. Клево, клево. Значит, смотри. Мне есть, что тебе рассказать. Я не знаю, как, но я там чувствую ментальную связь. Значит, ты спросил про современные фреймворки. Например, в React-е хуки, они более чем построены на как раз замыканиях, то есть use state тот же, да? То есть, если кто использует его, то пожалуйста. В RxJS тоже очень-очень много всяких функций, то есть это тоже те, кто с ангуляром работает. Там есть, например, скан-функция, если вот что на память приходит. Второй вопрос мы с тобой не готовили. Соответственно, здесь можно только как раз поразмышлять. Значит, я бы хотел верить, что движки одинаково работают в этом плане, потому что это определяется все, значит, все определяет спецификацией. Спецификация говорит, я хочу, чтобы значит, все это было посчитано до начала, до старта программы, то есть до цикла выполнения парсера. Каким образом движки это будут делать, я, честно говоря, без понятия, хочется верить, что никто не накосячил и все работает одинаково. Вот. В принципе, учитывая, что с замыканиями никогда не выстреливают каких-то багов, то есть таких, разве что с утечкой памяти, то есть когда арбуш-коллектор не справляется, а сильных отличий нет. Наверное, как-то так. Но вот iOS у нас как раз в нашем проекте одна из самых первых баг, которые возникли. Понятно, спасибо. Еще, еще вопросы, давайте, не стесняйтесь. У меня есть вопрос, но я не вижу кнопки руки поднять, извините, не могу найти. Меня слышно, да? Да, Дим, привет. Привет. Включи выпку, чтобы тебя было видно. У меня выпки нет, я не покажусь. Ну ладно. Леш, если ты на код-ревью увидишь у человека в коде замыкания, и в нем видна, допустим, утечка памяти или еще какая-то проблема, которая, на твой взгляд, является существенной, например, или чтобы лучше было без нее, ты будешь просить человека оптимизировать замыкание, то есть, чтобы оно осталось в итоге, но было оптимизированным, или вовсе от него избавиться попросишь и почему? Очень, да, это просто вопрос на самом деле. То есть, если я увидел утечку памяти, однозначно будем это защищать. Проблема в том, что я, скорее всего, не увижу утечку памяти, то есть, это не так просто сделать, если не профилировать, не анализировать код, не анализировать само приложение. То есть, в профильном режиме обычно запускается, когда уже что-то тормозит. А вот есть прямо в браузерах профилирование, вот это все. С ним не так-то просто работать, плюс там теряется вся информация уже относительно какой-то компиляции, которая прошла. То есть, можно увидеть только то, что у вас, например, столько памяти уходит после каждого клика. То есть, если видно, что это число растет, растет, никуда не девается, наверное, да, там будут проблемы. Просто так туда лезть никто не будет. нам за все вот, ну, за последние 4 года, то есть, я один раз туда прям лазил именно намеренно, потому что у нас была проблема со слайдером. Там не была проблема с замыканиями, там была проблема с утечкой памяти, что слайдер не зачищал после себя данные, пришлось вручную полу зачищать. Вот, и, соответственно, да, если видно утечку, то будем исправлять. А в итоге от замыкания будем избавляться или, ну, если это возможно, или оставим его и оптимизируем? Это очень сложно на самом деле. То есть, просто так от замыкания не избавишься. То есть, переписывать код, ну, тот же пример с асинфронным запросом, а можно, не нужно. То есть, это не панацея, скажем так. Это не главное по утечкам памяти. Обычно утечки памяти звучат все-таки, когда какие-то события, от которых мы не отписываемся. То есть, с замыканиями здесь все-таки попроще. Они так иначе будут рано или поздно уничтожены сборщиком мусором. Спасибо. Могу я чуть-чуть добавить? Просто там проблема, скорее, не в том, что ты вот так вот нашел замыкание и будешь пытаться именно от замыкания избавиться. Проблема в том, что ты, скорее всего, будешь пытаться найти изначальную причину, почему браузер не может корректно посчитать количество ссылок на конкретный объект. Предположим, вы какой-нибудь блок в память загрузили, используете его активно в замыканиях и еще в каких-то других местах кода, и в какой-то момент горбач-коллектор ошибается с подсчетом ссылок на этот объект. А этот объект он толстый, его как бы не копировать, не хочется и спамить его, выгрузить, хочется как можно быстрее. И проблема, скорее всего, будет не в замыкании. Проблема, скорее всего, в том, что где-то вот есть либо баг браузера, либо какой-то еще очень хитрый код, в котором через несколько замыканий, через вал что-нибудь передается. Но вряд ли проблема будет вот в конкретном данном замыкании, на котором вы смотритесь на код-ревью. Так вы глазами не найдете. Это прям вот фантастика. Отличное дополнение, на самом деле. Кто еще? Можно вопросик задать? Да, давайте. Слышно, отлично. Меня Михаил зовут. Я во фронтенде не сильно силен. У вас был очень классный доклад и очень классный пример по поводу мапа и замыканий. То, что может быть утечка памяти. А есть еще такие примеры, где может быть явная ошибка? Вот как с мапом, например. Да, на самом деле практически во всех вот все, что функционально уходит, то есть начиная там вот сейчас, секундочку. Я на самом деле очень сильно пытался прокусить этот слайд, но все-таки. То есть можно прям сверху идти. То есть здесь все упирается не в то, что даже там замыкания используются, а с карьированием, например. То есть, во-первых, нужно прям очень хорошую причину, чтобы его использовать. То есть вот эти скобки друг за дружку, чтобы шли в порядку. Во-вторых, там можно очень сильно гарпичный коллектор накрутить. То есть прям это, ну, я думаю, это очевидная такая вещь. То есть из-за того, что есть большая вложенность с рекурсиями, то же самое получается. То есть вот этот поиск цепочки, он делается заранее, то есть он не делается во время работы программы. Но точно можно сделать гарпичный коллектор плохо. То есть он не сможет это найти. Я вам даже больше скажу. То есть проблема даже не в том, что, вот смотрите, вот, например, есть опынки вот этого, да, в кроме, то есть периодически возникает. Это как раз обычно связано с памятью. То есть рано или поздно заканчивается память. Почему это происходит? Потому что в тот момент, когда движок браузера не справился, он пытается заново компиляцию провести. И это сделать очень легко. То есть уйти, скажем, в режим, когда заново компиляция вообще всего скоба произойдет, очень легко. То есть это прям проще простого. Например, когда, ну, и валы всякие там, вот это вот все лучше вообще-то не брать. То есть там понятно, то есть и вал, например, браузер увидит, он будет точно весь скоб заново перевычислять. Это не супер медленно, то есть с этим можно жить. Зачем? То есть вопрос, да, скорее. Вот. То есть возвращаясь к вопросу, можно ли где-то еще такое допустить, в меморизации можно такое допустить, да, то есть когда просто будет память на глазах просто уходить. Вот. Если что-то где-то неправильно не подчищать в какой-то момент. Ну и так далее. И так далее. Спасибо большое. Спасибо. Можно еще один вопрос? Давай, Роман. Ты показывал скриншот, на котором как бы реализовывался аналог инкапсуляции. На том, что-то у тебя было при помощи замыканий. А есть возможность там другие, скажем так, паттерны реализовать, например, инкапсуляция, и не знаю, ну в общем, наследование и так далее, полиморфизм. Или это же больше все-таки ООП-шная штука, и при помощи замыканий это вряд ли получится реализовать? Все, я понял. Я понял. Не сразу, но я понял. Да, про инкапсуляцию в ООПе понятно. То есть там будет приватное все, как полагается. Функциональщине, пожалуйста, модули можно делать. Я эти слайды на самом деле вырезал. Не заготовлены на самом деле на этот раз вопрос, но все-таки как раз угадал про то, что я как раз вырезал. У меня здесь была информация про принцип наименьших привилегий, так называемый. То есть в Software Engineering есть такой термин, когда мы каждому модулю даем как можно меньше обязанностей. То есть в Solid это звучит как Symbol Responsibility, то есть S Инкапсуляция, то есть там в СОПе. В функциональном подходе и вообще в Software Engineering для этого есть свой принцип собственно. И то есть идея вот этих модулей она была очень хороша, но именно то, что я здесь показал, оно как раз вообще все эти вопросы закрыло. То есть не нужно придумывать велосипеды, даже если у вас функциональный подход полностью, берем и используем импорт-экспорт и у нас будет приватная область видимости, вакуак на себя все это возьмет, все эти сборки. То есть это очень хорошо. Можно ли как-то чисто на функциональщине делать? У меня есть изощренные, кстати, способы, то есть сразу в голове приходят, то есть я вот как... Меня вот, кстати, так и несло, то есть на совесе тогда. Значит, можно писать New Function и с строкой всю функцию оформить. Она точно будет в изолированном скобе существовать. То есть таким... Ну, здесь я не могу сейчас это показать. Можете загуглить. То есть New Function, Function с большой буквы, скобочки, дальше идут кавычки. То есть кавычка пишется текст как Eval. То есть это Eval на минималках такой. и это будет, скажем, изолированная область. То есть как вот ты, Роман, как раз спрашиваешь. Вот. Еще мы как раз пока готовились к докладу. Вот я, Макс, мне накидывал идеи. Гуглил про как еще изолированные скобы то есть вот эти делают. Можно делать через прокси. То есть это прям очень страшная штука в JavaScript. Я никогда не находил применения, но у нас такое слово находится в пример про то, что можно делать изоляцию, то есть вот эту инвесуляцию, да, за счет прокси-объектов. Вот. Очень-очень страшный код. Но как по мне, вот все, что на этом слайде представлено, гораздо чище. Вот. Как раз, кстати, код Романа представлен. Прямо все сходится. Давайте дальше пойдем. Спасибо, Леш. Еще есть вопросы от Олега Макарова. Нас слушает много новичков. Расскажи, пожалуйста, про магическое слово ZIS применительно к замыканиям. Например, когда во внешнем окружении есть ZIS, а во внутреннем есть свой ZIS. Что сделать, чтобы из внутренней функции обратиться именно к внешнему? И ребята часто на этом ошибаются. Надеюсь, он смог донести суть. Ух, мне почему-то этот пример сразу напоминает циклы. Вот как раньше была проблема с циклами, замыкания в циклах. Она раньше существовала, когда вар был переменой. То есть когда лет появилось локальное, то есть у нас получается есть блок кода, и в этом блоке кода все будет уничтожено, когда он завершится. То есть с вар это была ошибка. То есть он продолжал жить, например, в циклах, если был вар, то после окончания цикла, например, когда и будет равно 10, эта перемена продолжит жить по программе. След такого нет. Вот этот вопрос мне очень сильно про это напоминает. То есть когда у нас есть, скажем, кстати, обратите внимание, когда не знаете ответа, можете увести в сторону типа того же самого. То есть на советском. Вот. Что вы вроде как не знаете, но при этом знаете. Вот. На самом деле очень сложный парс сейчас вопрос, поэтому я старался его немножко оттянуть, но сейчас так на сход не скажу. То есть я бы сохранял, например, ZIS локальную перемену, то есть как self, например, и с ней работать. Но здесь вопрос обратный. То есть если нужно обратиться к внешнему ZIS, я бы, наверное, внешний ZIS заранее сохранил какую-то перемену с self, например, и к ней обращался. Можно ли сделать это как-то изящнее? Да, наверное, можно. Я бы, например, не стал платить функции в функциях. То есть зачем в это упорваться? В solve это такое пореже происходит. То есть когда у нас есть то есть насколько нам нужно именно сохранять какие-то ссылки на ZIS в цепочке в области видимости, ну не знаю. Сейчас это уже не актуально. Раньше мы сохраняли в self, да. То есть каждую область видимости сохраняешь в self, в отдельную переменную и к ней обращаешься, где она тебе нужна. Как-то так. Олег, я надеюсь, я вообще туда уйдал твой вопрос. Но мне кажется, немножко странным сейчас такой код было бы видеть. То есть я бы такой код, вот такой код я бы точно бы на ревью бы он меня не прошел. Сто процентов. Олег говорит, все норм, спасибо. Я тетя читаю, на самом деле, я бы сейчас... Но у нас он на самом деле наверное не записывается, поэтому все равно вопрос лучше читать, озвучивать. Еще хочу обратиться ребятам из Тулы, пока это были только из Саранска вроде, поэтому вы что, не хотите книжку? Давайте. Вот такой тоже можно задать банальный вопрос вообще по поводу использования переменной типа var. Сейчас, насколько это вообще актуально? В общем, у меня здесь есть слайд. Я на самом деле очень сильно удивился. Вот этот слайд. Здесь представлена вот эта книжка You don't know JS yet. Максимально популярный на GitHub. И в ней, в одной из глав написано, типа, ребята, то есть если у вас глобальная какая-то переменная, пишите ее через var. Если у вас какие-то, допустим, там, блочные перемены, пишите через лет. Я, для меня это как-то очень странно кажется. Var приводит к, скажем, к ошибкам, которые, лучше с которыми вообще не сталкиваются. То есть, можно про это знать, и это как знание про Е6, про Е7, когда мы верстали в нем, там, условно. Но это бесполезное знание. Здесь то же самое. То есть, можно себе выстрелить в ногу, не надо. То есть, можно как-то придумать, что мы для каких-то случаев var будем использовать, а можно просто всегда использовать лет, и никогда не будет каких-то дополнительных проблем с тем, что не будет такое очевидное поведение в браузерах. Я даже на память сейчас не скажу каких-то проблем вот чтобы с var, потому что, ну, для меня это давно очень было. Мне в этом память повезло, если мы в TypeScript использовали, там сразу были эти леты, консты, то есть, вообще хорошо было еще в 2014 году, где-то в 2013 году. Так что, не надо. Ну, то есть, на фронте, получается, в принципе, глобальные перемены, они так особо и не используются. Вот именно типа var. Они будут, у нас просто они будут лет называться, то есть, они также будут глобальные. Ну, то есть, через лет просто будут создаваться. Нет, глобальные перемены также используются, просто как можно меньше. Тут же лучше паттерном все приводить. Как по мне, все в деле нравится. То есть, как можно больше использовать каких-то либо через OOP конструкцию, то есть, мы через конструкцию передаем все, что нам нужно, либо, если все-таки это функционально, мы оборачиваем все в EFE, то есть, функции, которые на месте будут позываться, в нее параметрами передаем все, что нужно именно этому модулю. То есть, я не помню, на этом слайде этого не было. Ну-ка. Да, здесь этого не было, но сюда вот можно передать много чего мы захотим. И обернуть этот код в скобки, соответственно, этот модуль будет обладать той самой глобальной области видимости, которая нам нужна. вот, можно сейчас, кто пишет нам на Angular, еще что-то, обращение ко всяким в Windows, документ, лучше этого избегать, то есть, можно все через конструкцию передавать, я это часто видел довольно в коде, а тестировать проще, сама идея как-то понятная, что мы стараемся поменьше глобальной области зависеть. как-то так. Но вопрос хороший. Ну, а вот в Windows документ вы говорите там про события имеется в виду? То есть, типа, события загрузки дома, вы это имеете в виду? Нет, в Windows находится, например, размера окна текущего. Нет, документ, дом контент лоад, вот это вот все, правильно? В том числе, но я имею в виду, что в документ, например, хранится сам дом текущий построенный, документ .20, все слово. То есть, это глобальные переменные, которые везде доступны по всей программе, но не нужно из-за этого их использовать глобально в ваших локальных модулях. То есть, старайтесь их передавать как параметры в вашем модуле всегда. Это просто, ну, best practice, что ли. То есть, как можно, и не относится к фронту, на самом деле, это зависит от частоты кода. То есть, как раз вот этот вот принцип. Мне в Sony просто не очень нравится эта формировка, то есть, да, вот, мне она больше нравится с software engineering, как раз, он палк, вот, который называется, я просто не помню аббревиатуру, принципу list less privilege, Макс, мне кажется, вот мы с тобой про это как раз говорили, о принципах наименьших взаимодействий, что-то такое. Есть еще вопрос от Светланы, я вижу. Можешь прочитать? Да, вопрос не совсем в тему, но все равно. Ты упомянул, что в движке есть этап компиляции. Может быть, ты знаешь или как предполагаешь, компилирует ли движок весь код без точки запятой в код точку запятую, правильно я считаю? Как разделитель или все-таки используют другие обозначения конца строки для интерпретации? Это не вопрос про абсуцированный код, там непонятно, что все в строку с точкой запятая сливается. Как смогла, прочитала. Извиняюсь. Я надеюсь, я не путаю, и мы сейчас будем говорить про этап компиляции, то есть не про минифицированный код, потому что я сейчас могу, ну, то есть это можно прочитать как просто про минифицированный код. У меня были слайбы про абстрактно-синаптическое дерево, Макс, мы их с тобой как раз почистим. Проблема в том, что сама компиляция, она делится на разные шаги. То есть вот есть там парсер, то есть когда он идет по ходу, смотрит разные конструкции, разбирает это все на лексемы, строит абстрактно-синаптическое дерево, и там вот этих точек запятой, там вот этого уже ничего не будет. То есть ему это все скорее лучше представлять как JSON какую-то большую структуру со всякими ссылками, то есть чуть более умную JSON структуру, с внутренними ссылками на разные участки по этому дереву. И получается, что, кстати, современные фреймворки работают таким же образом. То есть всякий React, JSX, ангулярный шаблон, то есть они тоже делают абстрактно-синаптическое дерево, потому что нужно шаблоны, что-то новостки разбирать. и на выходе имеется огромная структура, которая, скажем, она прям полностью JavaScript, то есть HTML там вообще не остается. То же самое, в принципе, и с движком JavaScript происходит. То есть он из кода, который мы написали, JavaScript, делает такую структуру, в которой ему очень удобно бегать. Вот эти лексемы, которые он там все заранее нашел, обнаружил, они очень сильно далеки от всяких там точек запятыми и прочих. То есть уже там это будет набор инструкций. Вот. Скорее всего, очень неисплывал их. Есть AST Explorer, сайт AST Explorer.net. Там можно как раз посмотреть, как движок, скажем, какой-нибудь может делать этап компиляции. Вот. Чисто наглядно посмотреть, то есть визуально, то есть он не даст никакой дополнительной информации. Это скорее просто именно визуально увидеть, что может происходить на этап компиляции. То есть в какую структуру джессоновскую это все строится. Вот. Поэтому на этапе компиляции этого нет. Второй момент, то есть здесь вопрос про интерпретацию. В общем, смотрите, если есть разные подходы, например, точки запятой пишут, точки запятой не пишут. Все это дальше проходит через сейчас. Это проходит обычно через всякие бейбели, там, вебпаки и прочего. На выходе точки запятой скорее всего будут стоять. Должны стоять. то есть они, скорее всего, да, код будет работать без точки запятой. То есть, понятно, да? Просто есть несколько кейсов, когда отсутствие точки запятой может привести баг. Вот. Это какие-то... Я такие вещи стараюсь никогда не запоминать. То есть, бывает, да, на советских такое могут спросить, кстати. Вот. Но это редкие кейсы, точку запятой например, не указал. Компиляция это не имеет отношения, уже к интерпретатору, да, имеет. То есть, я бы проще относился и точки запятой расставнул. Деструктуризация массивов может. Я бы сказал, что надо обязательно настроить, чтобы их обязательно нужно было ставить, чтобы не было таких неоднозначностей. Ну, например, если я буду лидом в проекте, у меня там не будет демократии. То есть, у меня точно будет точки запятой стоять. Если я приду в команду и там будут отсутствовать точки запятой, ну, придется долго обсуждать приводимым проблем. Потому что размер финального бандла это точно не влияет. То есть, не там нужно искать проблемы. А насчет деструктуризации массивов нет. Синтаксический сахар. Вообще, все, что вот видим с ES6, все, что появляется, оно может выглядеть по-разному новой структуры. На деле, это все как аналогия с TypeScript-ом. То есть, это просто какой-то синтаксический сахар, который потом разворачивается в нечто большее. когда уже код интерпретируется, выполняется. То есть, это нам просто, чтобы удобнее было код писать. Как-то так. вопрос хороший. А можно вот еще вопросик задать? Он немножко отстраненный. Скажем так, есть такое мнение, что для того, чтобы начать учить какой-то реактивный фреймворк, лучше начинать с Vue, допустим, и потом переходить на React. Или лучше сразу React ковырять, например, начинать. до этого опыта никакого не было работать с активными фреймворками. Так, сейчас опасная территория, значит, смотрите. В общем, здесь можно привести очень хорошие аналоги. То есть, вопрос я понял, я просто чуть-чуть шире постараюсь ответить. Можно привести очень хорошие аналоги с людьми. То есть, к некоторым людям ты очень сильно тянешься, то есть, достаточно, чтобы они находились в том окружении, и тебе будет хорошо. от некоторых людей, то есть, у тебя прям сама бездна, то есть, прям с ними плохо. С технологиями такая же ситуация. То есть, искать реактивность в React или в Vue я бы точно не стал. У меня очень... Шестой поток сейчас был обучение, и ребята, которые выбирают React, например, очень часто возникает ситуация, что они фиксят баги именно в самом реакте. То есть, они, например, сталкиваются с проблемой и не могут ее решить. Они не думают о задаче, которую они решали изначально, они думают о том, что у них React не работает. То есть, вот в чем проблема. Реактивность хорошую искать нужно во Flutter, в RxJS, где угодно, то есть, в сандарт функциональный. То есть, я бы не стал именно через React ее рассматривать. мне даже ближе идея, чтобы в реакции, например, из-за того, что я сейчас озвучил, появился MobX, то есть, State Management, который, да, он реактивный, но он понятнее по реактивности, чем, например, то, что предлагается в Redux. в том же. То есть, сейчас изучать Redux, для того, потому что сейчас это популярно, например, я бы не стал точным, оно не даст именно глобального знания и понимания реактивности. Хорошая реактивность в RxJS, то есть, она прям, я бы сказал, идеальная в этом плане. Именно комплексное понимание, то есть, поток выполнения. Вот, подумайте об этом. Я просто спасибо. Возможно, оберегаю просто от потраченной времени, которое не окупится. То есть, это бесполезное знание, скорее всего, будет. Реактивность, выбирать именно React или Vue из-за реактивности не стоит. Vue, наверное, еще ок. Вот мне, кстати, скажем так, в Vue у них довольно хорошо с мутациями все сделано. Хотя по Ioplay-то много придется написать для Vue, все Vue, я веду, но получше, чем то, что придумано в React. В React я все-таки могу с однозначно выбирал из-за тем, что, если хотите, именно с реактивностью познакомиться, хорошая. А кто спросил вопрос? Это из Тулы был, да, вопрос? Да, да. Это вопрос не по замыканиям, но очень интересно. Спасибо. Так, у меня еще есть вопрос. Слышно? Отлично слышно. Артем, как ты? Да, слышно. В итоге замыкание это зло, и мы должны, когда пишем код, держать там в голове, что вот тут там замыкание, неплохо бы там его переписать. Или мы не обращаем внимания, просто думаем иногда, что где-то нужно там за памятью последить. Второе, да, второе. Я бы сказал, что вообще обращать внимание, то для меня вот этот слайд очень показательный. То есть просто возведено в культ абсолютно именно с точки зрения собеседования. Не нужно к этому никак дополнительно относиться. Если получается написать что-то без замыканий, хорошо, но держать именно это в голове, что мне нужно обязательно не вкладывать функции в функции, я не знаю, мне как-то это кажется странным. Хотя если кто-то готов поспорить, мне кажется, с альтернационной точки зрения тоже есть. Это за частоту года скорее. Но я не сталкивался в таком количестве с проблемами относительно замыканий, чтобы избегать их, например. Наоборот, я просто пишу и не обращаю внимания, что у меня есть какая-то вложенность. Как здесь, например. Так, а вот есть еще у Влада поднятая рука и у Макса у вас есть вопросы? Сколько вопросов общий, конечно, приятный. Да, привет, меня слышат? Да, привет, Влад, что, как? Да, может быть, слышал про такой фреймворк Angular, да? Что ты расскажешь у него там, как все устроено с реактивностью? Мне вот это интересно. Мне очень в плане, я могу рассказывать, нахваливать Angular просто часа. Значит, смотрите, они поступили максимально хитро. С первым Angular все было плохо, то есть его нужно забыть как страшный сок. Второй Angular поступил максимально уникально. Я могу аналогию с ларовой привести, то есть которая, да, ну, в общем, все по максимуму ссылается на какие-то либы, то есть они своего ничего не придумали, не сделали, то есть взяли максимально полезные практики и всю реактивность столкнули на RxJS. То есть код фреймворка настолько полагается на RxJS, что все, что, типа, ребят, если что-то пошло не так, это не наш карусель, то есть все там находится, все в RxJS надо искать проблемы. Вот, это мне очень нравится подход. Соответственно, главная классная идея, которая в Angular заложена, это то, что как только что-то будет появляться в современном стандарте, когда браузеры, например, начнут обзор уметь обзор обзор, RxJS очень сильно будет становиться лайтовее, то есть останется большое количество функций, которые будут полагаться на браузерной аппе, и это очень хорошо. Соответственно, я считаю, что это подход выигрышный, то есть относительно хайпа вокруг технологий других, когда мы стараемся как можно больше каких-то стандартов изучать, каких-то вещей, задействовать, которые рано или поздно войдут в браузер, как, например, jQuery в какой-то момент, именно не из-за того, что там, то есть пульт jQuery, не из-за того, что там на нем легко было писать, а именно из-за того, что браузер, в конце концов, взяли в себя огромную его часть. это выигрышный подход. То есть если сравнивать React, например, опять же, когда все с нуля создается, ребята, у нас веб очень медленно работает, давайте React используют мнение. Сейчас это классно, но в перспективе это плохо. Так что, да, Angular просто всю эту реактивность на RGIS столкнул и хорошо с этим. Влад? Понятно, спасибо за ответ. Макс, у тебя тоже пойдет рука, мне кажется, ты тоже хочешь что-то спросить. Ага. Ну вот я все-таки... Да, да, да. Короче, я вот не знаю точного ответа на этот вопрос, я могу только фантазировать на тему, но, может быть, ты знаешь точный ответ. Когда функция создается в JavaScript, она всегда создается как замыкание или же компилятор это решает по ходу? Любая функция в JavaScript, замыкание, да. JavaScript темену, и это плохо, но деваться некуда, видимо, как-то это оптимизировано очень хорошо. Единственное, но где нет замыкания, new function, вот это вот, то, что мы обсудили тогда, то есть его можно создать так, что он будет просто в глобальном скопе находиться и ему нормально с этим. New function, то есть new function с большой буквы. Во всех этих случаях, то, что я вообще рассказал, я просто на 100% уверен, что я, ну, недавно опрашивался совсем, вот learnjowacy.ru вот проверял именно этот вопрос. То есть является ли каждая функция замыкания, потому что я говорю, мне вот в PHP подход он ближе как-то, то есть когда мы точно определяем, что у нас попадает в функцию. Он же хороший. То есть иногда это задалбывает писать, но вроде чище, то есть мы как к модулям относимся к конкретным функциям. Да, вот интересно, с точки зрения оптимизации они могли бы, в принципе, на этапе компиляции определять, какие функции должны что-то захватывать из внешнего окружения, какие не должны. И по идее можно было бы чисто вот такую оптимизационную задачу решить, чтобы типа она быстрее работала в некоторых случаях. Но тут уже, конечно, в тонкости, видимо, реализации конкретного движка лезть. Смотри, короче, здесь вот этот экран, здесь можно, кстати, вот посмотреть, то есть как ложу отображает алкоголикс. Я не знаю, этот дебаггер чисто так красиво сделан. То есть фрэнс же не попался, хотя должен был, да? И глобальный скоп я здесь тоже не написан. То есть я не знаю, то есть в этом плане это чисто дебаггеровская вещь или все-таки будем считать, что компилятор справился и такой я вижу только ссылку на на то, что в этой функции будет алкоголикс использоваться. Ну да, то есть фактически сама функция захватила внешнюю перемену, компилятор создал клоужер в данном случае, совместив функцию и внешний контекст. А вот если функции никакой внешний контекст не используется, вот в этом случае интересно, компилятор будет какие-то оптимизации проводить и не пытаться создать клоужер? Или же он как-то вот он по умолчанию ко всем функциям как клоужер будет относиться, захватывая и код самой функции и еще и внешний контекст. Но это вот так чисто. Макс, это вот мы с тобой внизу сидим как раз. Ну да, да, да. То есть у Паркова, в общем, дайте этому человеку книжку просто, я не знаю. То есть я тоже не знаю, но это сложная вещь. Ну да, да. Хотелось бы, что все это было оптимизировано, но учитывая какую скорость компиляция проносится в JavaScript, нормально там все, нормально. На компиляцию не жалуются по скорости. Жалуются на вот вашу формочку, в которой там три поля и все, ваш проект висит. Вот там надо жаловаться. То есть не компиляция вопроса. Ну да. Спасибо. Все-таки спросил, все-таки нашел, да? Тот самый вопрос, который должен быть финальный, то есть, конечно, когда на собесе ты бы не смог ответить на него и все. Такой, пока. Можно было бы, кстати, в дополнение, если рассматривать собес, было бы интересно от кандидата в этом случае услышать его цепочку рассуждений относительно того, чем бы это могло помочь и как бы он предложил это оптимизировать. вот, то есть подумать за компилятор в этом случае было бы клево, я бы прям порассуждал. Или просто на час к следующему собесу уже готовить. ребят, есть еще какие-то вопросы? Да, не стесняйтесь, задавайте. Как классно получилось. Я на самом деле рассказал очень-очень маленький доклад, но вопросы прям вытащили. Но вот у Генглика, Дмитрий, я посмотрел вчера доклад и вообще там сессия QA вопросов была просто ну, QA смысла игрослов, то есть не смысла. Короче, там прям классные вопросы прилетели, Катя спросила, правда. У Кати были гендерно-нейтральные вопросы. Ответы были да. Хорошо. Но я прям произошел. Ну, наверное, вопросов больше нет, Леш. Настало твое время выбрать лучший вопрос, если ни у кого нет. Я, кстати, жалею, что у меня вот, опять же, да, сейчас Диму вспомнил, он записывал вопрос. Я точно запомнил, что вопрос у Артема был хороший. То есть мне прям он понравился. Поэтому книжка уйдет ему. Но я также знаю, что в Туле своя книжка и нужно тоже выбрать вопрос. вообще предполагался изначально один человек, просто мы на всякий случай сказали на два города. Но если тебе из Тула тоже понравился вопрос, то я думаю, можно выбрать и второго человека. блин, я, кстати, еще не разделял, кто спрашивал. Сейчас я пытаюсь вспомнить. Был вопрос про Вар. Вопросы из Тула задавал один человек. Так все пишено как раз. Я просто меня по голосу не запомнил, но вопрос про Вар точно был из Тула как раз, про глобальную область видимость. Да, да, да. Вот. Тогда можно вручить эту книжку этому человеку. Вопрос хороший с точки зрения скорее лексика Вар. То есть часть относительно замыкания. Ну, круто. Тогда поздравляю вас, ребята. Прям молодцы. Сейчас не отключайтесь. Да, давайте похлопаем Леша за вступление. Вот. Попрошу оценить доклад. Вот. И хотелось бы получить обратную связь от всех вас, от всех наших участников, чтобы вы высказали свои предложения по улучшению работы FoxDev, и ToolDev. И я скинула ссылку. А для присутствующих сейчас я включу демонстрацию экрана. И можете перейти по ссылкам. Так. Так. Видите? Что-то нету. Так. Ладно. Леха, отключи у себя. Я стараюсь активно стоп-шер. Получилось? Борьба экрана. Пока что за вашей. Получилось сейчас или нет? Да, теперь видно все. Вот. Так что проходите по ссылкам. Так. И мы хотели бы пригласить вас на следующие наши ивенты. 16 февраля в 18.30 у нас будет онлайн-эвент по теме Platform Engineering. Спикер Егор Гришичко. Он Software Engineer в компании Uber. В ходе встречи мы попытаемся разобраться, что такое Platform Engineering, для чего это нужно, почему платформа начинает набирать популярность и действительно ли за ней будущее. Ссылку на события сейчас нам Ольга отправит. Да, я надеюсь уже все QR-коды отсканировали, потому что мне сейчас не очень удобно. Так, все отлично. И еще хочу вас пригласить. Через неделю у нас 9 февраля в Саранске состоится очный доклад «Тема создания современных мобильных приложений с помощью Flutter». На докладе рассмотрим, что такое Flutter и как с его помощью написать свое первое приложение. Рассмотрим базовые примеры использования фреймворка, а также поделимся опытом применения технологий на следующих настоящих продуктах. Так что приходите, будем вас ждать. Вот. Спасибо, что были на нашем докладе. Следите за всеми событиями, за новыми докладами. Вот. Если у вас есть своя интересная тема или опыт решения каких-то нестандартных задач, вы хотите со своим докладом выступить, может быть, то мы готовы организовать для вас встречи. Пишите, ссылки тоже будут в чате, либо можно подойти ко мне и к Ольге.